Алевтина Васильевна Кириллова стала одной из первых участниц социального проекта помощи фронтовикам в нашем регионе. Ей было 18 лет, когда она ушла на фронт медицинской сестрой, пройдя боевой путь от Сталинграда до Берлина. Приходит врач, говорит, здесь где-то есть полевой аэродром, их надо отправить в самолет, в тыл. Ранят в голову, надо там их доверчить. Она вспоминает, под страшными бомбежками и шквалом вражеского огня на передовой думала только о том, как спасти наших раненых бойцов. За все годы войны, что я была в медсестрой, у меня ни один человек не умер. Она, коренная жительница города на Волге, родилась еще в Царицыне, а спустя 18 лет уже защищала Сталинград. На передовой в первые годы войны погиб ее отец, а дочь ушла на фронт хирургической медсестрой. В сентябре 42-го в госпиталь, где она работала, каждый день поступала до тысячи раненых. За операционным столом тогда медики стояли круглые сутки. У нее был один мальчик, 18-летний, она мне рассказывала, вы знаете, я вот сейчас говорю, мне даже самой как-то, который умирал, и сказали, что он все, она целую ночь сидела около него, и пацан выжил. После Сталинграда Алевтина Кириллова освобождала Европу, а День Победы встретила в поверженной нацистской Германии. Под зданием, в Берлине, в подходе к Берлине. За героизм фронтовая медсестра из Сталинграда получила боевые награды, среди которых и Орден Отечественной войны второй степени. После Победы она окончила вуз и стала дипломированным юристом, и до самой пенсии трудилась в родном Волгограде. Я хочу сказать, что, вы знаете, без прикрас, я благодарна судьбе, что она меня свела с этим человеком. Социальный работник стала для Алевтины Васильевны главным помощником. Приготовить еду, убрать квартиру, измерить давление, да и просто поговорить. Каждый такой визит к ветерану, признается сиделка, уже больше, чем просто работа. Она очень мудрый, очень образованный, очень интеллигентный. Этот проект комплексной соцподдержки ветеранов в Волгоградском регионе начали еще в 2018-м. Тогда сиделки помогали 22 участникам войны, но уже через год их было 43, а сейчас больше 80. Главная задача – это обеспечение ухода, учитывая как потребности самого человека, так и учитывая медицинские рекомендации. Сейчас сиделки заботятся о ветеранах, которые проживают в Волгограде и в 10 районах области. Эта бесплатная услуга очень востребована, так что власть региона намерена расширять как число участников соцпроекта, так и его географию. Екатерина Алтухова, Диана Зеленская, Максим Мещеряков, Волгоградская правда, специально для канала «Волгоград-1».